Субтитры создавал DimaTorzok В день неизвестного солдата у Вечного Огня прошла вахта памяти. Дезинфекция вычагодских подъездов. Как их убирают в пандемию? Радость для музея. В новом фондах хранилища идет ремонт. Сегодня не состоялись две депутатские сессии. Половина депутатского корпуса на заседание не явилась. Подробности у Елены Нилаевой. На часах 10 утра сегодня в актовом зале администрации должны были состояться две сессии депутатского корпуса. Но они так и не начались. Десять депутатов на сессию не явились. Причина – внезапная болезнь. Александр Юрьевич, доброе утро. Десять часов уже прозвенело. Да, десять человек у нас сидит депутатов и никого нет из фракции «Наш Котлас». Это не смешно и не серьезно, мне кажется, что такие вещи, конечно, не подобают депутату. Ну ладно, Александр Юрьевич, всего доброго, поправляйтесь. Все заблажили и я в том числе, значит, температуру отведу. Давайте успокойтесь, у меня 10-48 номеров у меня, я вот собираюсь, у меня давление, еще и ***. Гровь с носом утром шла. Все, я иду. Чем-то собираюсь в больницу, выбираюсь. В последнее время было очень много работы, маленько не рассчитался ли он. Я на больничном, вообще-то. Я вообще-то говорил. В корпус сообщал депутатский. Но, как оказалось, не все отсутствующие депутаты официально находятся на больничном. И в этом случае причина неявки на сессию непонятна. Например, где был депутат Алышев в это время? Тоже на больничном. Мы специально позвонили ему на работу. Скажите, пожалуйста, где мне найти Сергея Алышева? А он не работает. А где он вообще? Он ведь сегодня рабочий день. А сегодня в ночь будет. В общем, все это выглядело очень странно. Да и болезнь атаковала избирательно. Только депутатов из группы «Наш Котлас». Что они делали все вместе, где могли заразиться с учетом того, что с начала пандемии решением своего же спикера сделали свои сессии закрытыми. Но факт такой. Сессии сорваны. В связи с этим у нас, значит, не состоится две сессии. Сорок пятая очередная, сорок шестая внеочередная сессия. Не состоится в связи с тем, что заболели все из фракции, коммунистов и наш Котлас. Заседание сессии собрания депутатов считается правомочным, если на нем присутствует большинство от установленного числа депутатов. То есть, сегодняшняя сессия будет признана несостоявшейся. Традиционно декабрьская сессия – это принятие бюджета на последующий год и на последующие два. И сегодня в первом чтении планировалось рассмотрение бюджета, а точнее его доходная часть. Бюджет – это основной документ, по которому фактически осуществляется деятельность всего муниципального образования Котласа. Этот документ, он регламентирует ежедневную жизнь города в течение года. Поэтому, конечно, тревожный сигнал очень о том, что мы сегодня эту доходную часть бюджета не приняли. В случае непринятия бюджета у нас возникают очень серьезные правовые последствия. То есть, у нас под вопросом финансирования всех национальных проектов, реализации муниципальных программ. Также в связи с невозможностью доведения лимитов до главных распорядителей – это все стройки, ремонтные работы. Ну и, соответственно, также взятие бюджетного кредита под 0,1% годовых. То есть, эти последствия, конечно, очень серьезные для жизни всего города. Парадокс заключается в том, что остальная часть депутатов не были извещены надлежащим образом, что половина народных избранников не придет. Кто-то знал, что точно не придет, потому что болеет. Кто-то, может быть, сомневался в своем состоянии, ему стало хуже. Основания переносить, сессии не было. На последнем было не ясно, будет явка или не будет. Могла явка сложиться, могла явка не сложиться. Вот и все. Все это похоже на раскол внутри депутатского корпуса, который наблюдается на протяжении последних лет. Кстати, за все годы существования депутатского корпуса подобных ситуаций не было. И очень-очень грустно, что у нас нет такой возможности сделать сессию онлайн, что мы не утвердили положение. Переносим сессию на 14 декабря. И рассмотрение вопросов о принятии бюджета в первом чтении доходной части бюджета 14 декабря. 24 декабря планируется рассмотрение расходной части городского бюджета. Там все мы, горожане, будем ждать этого события. И надеемся, что к этому времени депутаты из нашего Котласа поправятся и найдут в себе силы явить свои лики народу. К другим темам. Сегодня в России отмечают День неизвестного солдата. По всей стране проходят торжественные мероприятия в памяти советских и российских воинах, погибших в боевых действиях, но так и оставшихся неизвестными. В Котласе, в парке эту важную дату отметили вахтой памяти. В годы Великой Отечественной войны с Котласской земли на фронт ушло 40 тысяч человек. Около 12 тысяч числятся пропавшими без вести. Где-то они захоронены, как неизвестные солдаты. Сегодня память их к вечному огню пришли почтить юно-армейцы, представители администрации и общественных организаций. Торжественная линейка, минута молчания и возложение цветов. Памятник неизвестному солдату мы поставили 45 лет назад, то есть 9 мая этого года ему исполнилось 45 лет. Для нас это очень важно. Мы не хотим как-то улыбаться, мы не можем в этот момент улыбаться. Сегодня цветы к памятникам неизвестному солдату, к военным мемориалам несут во всех российских городах, а в школах прошли уроки памяти. Теперь о коронавирусе. Как сообщает территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Архангельской области, сегодня в городском округе Котлас выявлено 73 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, ситуация следующая. 4138 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. 1734 человека выздоровели. Дети берут пример со взрослых и все повторяют за вами. Ваша задача сделать так, чтобы они повторяли правильные вещи. Например, чаще мыли руки, надевали маску в общественных местах, чихали и кашляли в локоть и защищались от чихов других, соблюдали дистанцию. Чем больше правильных вещей дети будут повторять за вами, тем в большей безопасности они будут. Будьте хорошим примером и будьте здоровы. Накануне на Единый номер 112 поступило сообщение от неизвестного, что в Коряжемской школе номер 2 заложено взрывное устройство. После эвакуации людей здание было обследовано, бомбы обнаружено не было. Репортаж наших коряжемских коллег. Хоть голос изменен, но слышно, что в единую диспетчерскую службу на номер 112 с сообщением о взрывном устройстве школе номер 2 звонит ребенок. Звонил он несколько раз. Последний звонок о том, что бомба взорвалась. В школе начался пожар. Одни из первых на место выехали коряжемские спасатели. В 10.46 на пульт оперативному дежурному поступил сигнал, что якобы там находящийся бомбе там или мальчик взорвал, или что-то вроде того. И как бы вот мы минуты, наверное, через три, уже через четыре были на месте. Вместе с пожарными одновременно мы подъехали. К 11 часам ко второй школе были стянуты все городские оперативные службы. К тому моменту в образовательном учреждении было все спокойно, шли уроки. Для детального обследования здания было принято решение об эвакуации людей. Младшие классы были размещены в многофункциональном центре, старшие в спортзале школы номер 3. Мы на восточном крыле находились. Ну там пожарные службы, как бы дальше. И все, вместе с учителями, с работниками школы, всех детишек эвакуировали, в общем. До последнего человека вообще никого. У нас был уже четвертый урок. Мы находили на втором этаже, в кабинете физики. Нам говорят, что нужна эвакуация. Мы выходим, одеваем куртки и выходим на улицу. На место происшествия прибыл кинолог со специально обученной собакой. К концу дня пресс-служба регионального управления ФСБ России по Архангельской области сообщила редакции. Информация о заминировании школы номер 2 в Коряжме не подтвердилась. Учреждение, в отношении которого поступила анонимная угроза, работает в штатном режиме. Оперативными службами проведены предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности граждан. По результатам обследования здания учебного заведения с участием сотрудников Росгвардии и полиции Архангельской области опасных предметов не обнаружено. Правоохранительными органами и спецслужбами проводятся все необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного правонарушения. Действия лжетеррористов преследуются законом и влекут за собой уголовную ответственность. Если правонарушение совершил ребенок, то отвечать придется родителям. Напомним, что буквально два дня назад, 30 ноября, сразу в пять школ Архангельска пришли электронные письма с сообщением о заложенных взрывных устройствах. Информация о заминировании школ также не подтвердилась. Как здорово, когда есть кому доверить заботу о близких. Как здорово, когда ты уверен в качестве продукта. Добавьте в оливье докторскую. Приготовьте в духовке мясо, готовое для запекания. И нарежьте тонкими ломтиками элитный. Мясная компания «Стреланды». Есть кому доверить праздник. Новости из поселка Вочегодский. Там накануне прошла плановая проверка подъездов. Представители администрации и служб спасения следят, как проводится дезинфекция. Кроме того, в администрацию поступили жалобы от жильцов нескольких домов, что в их подъездах обработки не происходит. В плане посещения 15 многоквартирных домов по улицам Ленина, Гагарина, Энгельса, Театральная, Ульянова, Серегина, 8 марта. 2 декабря 2020 года, 14.15, Ульянова, 29, второй подъезд. День, когда проводилась санобработка, 1 декабря, то есть накануне подписи есть, в подъезде чисто. И такая картина практически везде, независимо от управляющей компании. А вот один из домов, откуда накануне поступила жалоба в администрацию, что дезинфекция здесь не проводится. Я так понял, жители написали, что не согласны, что не убирают. Видите, вон. Но график висит и подпись есть, в подъезде более-менее чисто. И так во всех домах, откуда поступили жалобы. Так что же это, жильцы не слишком объективны или же чистоту навели накануне рейда, о котором управляющие компании знали. Еще один момент. Как именно выполняются требования? Например, здесь стенда для объявлений нет. График приклеен на стену, состояние которой оставляет желать лучшего. Или вот, график дезинфекции под кусками скотча на двери. Но так как рейды – это лишь проверка наличия автографов, остальное остается просто на совести управляющей компании. Тем не менее, проверки проходят регулярно. Мониторинг ситуации проходит повседневно. То есть, каждый день нам помогают еще и волонтеры, студенты. То есть, буквально каждый день на мою электронную почту личную приходит отчет волонтеров, где есть моменты, недочеты определенные. Но, как показал сегодняшний рейд, все требования в данный момент пока соблюдаются. Напомним, что раз в три дня, согласно указу губернатора, подъезды многоквартирных домов должны обрабатываться дезинфицирующими средствами. График выполненных работ обязателен с датой и подписью техперсонала. Уличное освещение – тоже одна из важных тем для поселка Вочегодский. На данный момент там произведены работы по замене некоторых световых опор и светильников. Первое и второе – Сеевские переулки. Старые световые опоры здесь были насквозь прогнившими. В ноябре Сальвычегодский участок энергосбережения, а именно им принадлежит большинство сетей в поселке Железнодорожников, начал монтировать новые железобетонные столбы. Кроме того, специалисты ЭЧ-6 провели ревизию светильников, и их дальнейшее использование тоже признали невозможным. Тут уже подключилась администрация поселка. Мы совместно с городскими коллегами приобрели 20 светильников и установили 12 из них по двум Осиевским переулкам. В ноябре месяце мы также добавили недостающих светильников по улице Ленина. И на перспективу, если все пойдет точно так же слаженно и быстро, я думаю, что мы двинемся в частный сектор и в Шанхай. Это будет, я думаю, что в декабре месяце. Частный сектор – то место в поселке Вычегодский, которое пока еще страдает из-за недостаточного освещения. Энергосервисный контракт в этом году администрации поселка заключить не удалось, а значит рассчитывать придется на ЭЧ-6 и участок освещения службы благоустройства. Следующая информация для тех, кто пользуется общественным транспортом. С 5 декабря вводится новое расписание на автобусных маршрутах номер 1, 3 и 14. До того, как изменить расписание трех популярных автобусных маршрутов, специалисты администрации проанализировали пассажиропоток на них. И пришли к выводу, что тройка в 8 вечера ездит почти пустая. Потому в новом расписании этого автобуса нет. Также анализ показал, что на первом маршруте интервал между автобусами можно увеличить до 40 минут. За исключением утренних рейсов с 6 до 8.30 утра. В это время единица по-прежнему будет ходить с периодичностью в 30 минут. Новое расписание единицы третьего и четырнадцатого автобусов начнет действовать с 5 декабря. Ознакомиться с ним можно в группе администрации города ВКонтакте или на официальном сайте городского округа. Краевическому музею город выделил помещение под фондохранилища. Этого музейщики добивались давно. Но ведь уже на протяжении многих лет им катастрофически не хватает площадей для хранения раритетных экспонатов. Алла Лайкова продолжит. Когда-то в этом помещении на Виноградово-6 располагалась молочная кухня, потом развивающий центр и частный детский сад. Недавно площади были переданы Краевическому музею. Администрации было принято решение о передаче этих муниципальных площадей под фондохранилища для музея. Общий фонд экспонатов у музея составляет более 34 тысяч единиц хранения. И причем ежегодно нами дается задание музею в плане собирательской работы экспонатов. Это не менее 300 единиц хранения. Поэтому есть необходимость также и в открытом хранении фондов. Это будет также одной из новых услуг. Сегодня фонды хранятся в двух комнатах, которые музей арендует у гор света. Под фонды хранения пришлось отвести и часть музейных помещений на Виноградово-32, в которых изначально планировались проводить игровые программы. Из-за катастрофической нехватки площадей условия хранения раритетов приходится нарушать. Экспонаты портятся, друг от друга заражаются грибком. Тем более, что полноценной вентиляции в нынешнем фондохранилище нет. Должны хранятся экспонаты. Это недопустимо, что они лежат друг на друге. Некоторые, да, видите, потому что некуда оставить. Все стулья друг на дружке. Они должны в идеале быть красиво расставлять. Да, да, каждый по отдельности. Теоретически музейщики могли бы не принимать экспонаты у населения, но они связаны муниципальным планом. В соответствии с ним раньше требовалось собирать до тысячи предметов в год, потом 600, сейчас план снизили до 300 единиц. При этом хранить приходится не только фотографии, документы или небольшие предметы, но и крупные, например, мебель. Правда, из-за отсутствия площадей ее стараются не принимать. Огромной радостью для музейщиков было известие о том, что городские власти приняли решение о выделении достаточно большого помещения под хранение фондов нашего музея. Это позволяет нам перенести в это помещение, в котором очень много небольших комнат, буквально поколлекционно весь наш предметный фонд. В будущем фонда хранилища на днях начался ремонт. Проводит его местная фирма «Статус». До середины декабря рабочим предстоит навести косметику в трех помещениях. В одной из комнат для хранения фонда, в гардеробе и выставочном зале. Вот это правое, вот это помещение, где мы сейчас находимся, это будущий выставочный зал. И здесь же мы планируем проводить различные игровые программы для детей. Небольшое помещение рядом будет приспособлено под гардероб. Все помещения, что находятся слева от входа, это будущее фонда хранилища. Мы уже разработали его внутренний вид. Каждая комната будет приспособлена под отдельную коллекцию. Правда, быстро отремонтировать музейное фонда хранилища не получится, так как подобным объектам предъявляются очень серьезные требования. Здесь обязательно должна быть автоматизированная система пожаротушения, видеонаблюдение, вентиляция, металлические противопожарные двери. На всех окнах нужно будет установить решетки. Общая сумма выделенных средств в этом году составляет чуть более 700 тысяч рублей. Но это пока лишь первый этап. Для того, чтобы привести в соответствие это помещение, которое соответствует всем нормам для хранения экспонатов, необходимо еще более миллиона двухсот тысяч рублей. Это уже будем планировать в следующие годы. В общем, пока дату переезда даже ориентировочно музейщики назвать не могут. Но главное, что процесс запущен. И теперь уже очевидно, не в самой далекой перспективе у Котловского музея появятся новые возможности. У меня на сегодня все. Далее прогноз погоды, полезная информация для потребителей, в том числе и с гастрономом Семеновский. Очередной выпуск телепроекта «Автоподиум». Всего доброго и до завтра. Праздник к нам приходит. А ярче и вкуснее он с гастрономом Семеновский. Еще не появилось новогоднее настроение. Мишура, елочные игрушки, гирлянды помогут создать его и дома, и на работе. Сладкие подарки для коллег, друзей, детей здесь же. Не подходит готовый вариант. Собери подарок сам, и в нем точно будут только вкусные конфеты. Ассортимент сладостей в Семеновском огромен. Есть кондитерские изделия собственного производства. С гастрономом не придется ломать голову и надменю новогодней ночи. Для салатов горошек и кукуруза «Фрау Марта» по 44,90. Сыры «Беловежские» по 119. Майонез «Махеев» с перепелиным яйцом скинул более 16 рублей. Для игристого настроения напитки цена порадует. Для гурманов икра черная и красная. Для иммунитета крылья ската с хорошей скидкой. Они содержат жизненно важные микро- и макроэлементы. Молоко – источник столь необходимого. Сейчас витамина Д по 39,90. Хотите в Новый год отдыхать? Отдыхайте. Хлопоты возьмут на себя профессионалы. Они знают множество рецептов салатов и горячих блюд для праздника и традиционного обеда или ужина. А вообще с Семеновским каждый день гастрономический праздник. Всем привет! С вами очередной выпуск проекта «Автоподиум» и я его ведущая Анна Селезнева. Наш проект выходит при поддержке автосалона «Мотор». В салоне представлено более 50 автомобилей от известных брендов. А значит, каждый может подобрать что-то для себя. Сегодня на наш автоподиум приглашается Volkswagen Jetta 2020 года выпуска. Но не будем медлить. Предлагаю скорее познакомиться с нашей новинкой. Новый Volkswagen представляет собой компактный седан бизнес-класса. Сразу стоит отметить, что новую Jetta изготавливают в Мексике. И только после полной сборки автомобиль попадает в Россию для дальнейшей реализации. Внешне Volkswagen Jetta стал похож на обновленный Passat. Теперь даже в самой базовой комплектации автомобиль оснащается светодиодной оптикой как спереди, так и сзади. Светодиодные фары излучают яркий, близкий к дневному свет, что позволяет повысить уровень безопасности и комфорта при ночных поездках и при поездках в тумане. Кроме того, светодиоды очень долговечны и энергоэффективны. Посмотрите, какой в этом седане вместительный багажник. Его объем около 510 литров. Очень удобная опция – система безключевого доступа и запуска двигателя Кэсси. С новой Jetta вам больше не придется доставать ключ. Достаточно просто открыть дверь и нажать кнопку для запуска двигателя. Вообще, в новой Jetta каждый элемент салона продуман для удобства водителя и пассажиров. Поэтому не удивляйтесь, если вам захочется, чтобы поездка не кончалась. Передние и задние сидения автомобиля оборудованы подогревом. А если вдруг у водителя замерзнут руки, то рулевое колесо их согреет. И погода на улице больше не станет помехой комфорту за рулем. А вы знали, что цвет способен влиять на настроение? В Volkswagen Jetta целых 10 вариантов подсветки. Выбирай свой и настраивайся на энергичный рабочий день или на что-то спокойное для поездки домой. Уверенность в выборе Volkswagen Jetta подкрепляется не только его впечатляющими характеристиками, но и тремя годами гарантии. Это 100 тысяч километров приключений, на каждом из которых вы будете ощущать поддержку профессионалов. Это спокойствие и уверенность в каждом повороте. Не откладывайте перемены к лучшему. Кредит от 7,9% без ставок и первоначального взноса. Хотите получить специальное предложение на покупку всего модельного ряда Volkswagen? Добро пожаловать в автосалон Мотор. Кстати, весь декабрь здесь действует выгода до 100 тысяч рублей на весь ассортимент автосалона. Для удобства покупателей в салоне предложат гарантийное и постгарантийное обслуживание любых марок. А на этом у меня все. Делайте правильный выбор. Увидимся на телеканале Котлас ТВ. Пусть подарит Новый год. Много радости, внимания, исполнится желание. Все кидают конфетти, и хлопушками стояют. Дед Морозом сидит, и подарок он подает. Акция выходного дня. При покупке ванны или мебели для ванной комнаты доставка по Котласу по воскресеньям бесплатно. Магазин «Сантехмир». Пугачёва, 21А. Телефон 8-921-074-2020. В двери Новый год стучится. Дед Мороз к нам в гости пчится. В небе праздничный салют, и часы двенадцать бьют. Огоньки сверкают ярко. Свечи, шайки, подарки. Скоро сказка в дом пойдет. Скоро будет Новый год. Посуду и утварь, и все для уборки. Хозяйки на полках найдут. Школьник и менеджер будут в восторге, ведь правильный выбран маршрут. Максимум Плюс. Еженедельное обновление ассортимента. Действует дисконтная карта Комтел. Максимум Плюс. Котлас. Ленина 18. Этот адрес должна знать каждая хозяйка. Максимум Плюс. Максимум Плюс. Максимум Плюс. Субтитры подогнал «Симон» Слышится метельца, котлый за окном Снег пушистый стелется в городе родном Залетают улицы, крылья и дыма Белая метельца, снежная зима Подо льдом застыло море, это значит будет скорость Над землей кружится белый снег Это значит будет снится, как летит морозная птица Королева снежная ко мне Под метельным звуком гулки, под проснежным пирюком Пролетит промчится без следа Под моим окном неловко дать прикажет остановку Королева холода и да Белая метельца С наступающим Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! Магазин Ленина 180 Корпус 2 За зданием Котлас Газсервиса Лови момент и новогодний подарок от химчистки Лавандырия К Весь декабрь действует скидка 20% на чистку зимней одежды Лавандырия К на Болтинском шоссе 8 Здравствуйте! С вами Екатерина Тугушина И я расскажу вам о погоде на пятницу 4 декабря Спонсор нашего выпуска Магазин «Все, что нужно» Здесь для предстоящего праздника все Игрушки, гирлянды, подарки, елки А также ватрушки для зимних забав Время готовится к Новому Году Нарядные елки, игрушки, разноцветные гирлянды и мишура Ватрушки для зимних забав Огромный выбор подарков В магазине «Все, что нужно» На первом этаже торгового центра «Адмирал» В пятницу 4 декабря в Котласе Нас ожидает ясный и морозный день Синоптики обещают похолодание Температура воздуха минус 14 градусов Ветер южный 3 метра в секунду Атмосферное давление выше нормального значения А у меня на сегодня все Увидимся в эфирах телеканала Котлас ТВ Кэнди Блэк «Гвезда комедий» Фильм с ее участием собрали в прокате 2 миллиарда долларов Она дарит веселье и смех всей Америке Однако ей самой Как же душа болит Сейчас совсем не до смеха Вам пора гримироваться, мисс Блэк Алло, ну вот и я, народ Давайте уже, наконец, снимем эту хрень Придется опять репетировать с дубляршей Я давно этим занимаюсь И мечтаю стать настоящей актрисой А в чем секрет вашего успеха? Знаешь, наверное, в скромности Сегодня главная комедиантка Голливуда Шокировала всех новой выходкой Приговор суда, три месяца в центре реабилитации Надо придумать какой-то выход Сюда должен поехать другой человек Который очень похож на меня Вы о ком? Меня зовут Кэнди И я страдаю алкоголизмом Добро пожаловать в реальность, звезда Голливуда Мой тебе совет Не смешивай фентанил, бензидрин и героин Поверь, я профи в этих делах Я как Эмми Уайнхаус, только толстая У тебя хотят взять интервью? Луису поступают предложения от телекомпаний Хотите, я вас подменю? Деньги поделим пополам Идет Тебе очень нравится быть в Кэнди, ведь так? Публика обожает такие истории О, как здорово, что она вернулась Так значит, последние пару недель я общался с твоей дублершей? Ну, с ней очень похожи У вас другой голос Нет, это я уверяю вас Кэнди Блэк хочет извиниться перед вами Вот за это я и извиняюсь Она выглядит потрясающе Надо выяснить, кто делал ей ночь Я не могу это сыграть Ты должна это сделать Да брось, тебе вполне по силам Нырнуть лицом в коровий навоз, спрыгнув с тюка сена Фу, как же душа болит Стоп, еще один дубль ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА